Служба 112 призвана решить целый комплекс вопросов, связанных с оперативным реагированием на экстренные ситуации. Теперь, вместо того, чтобы размышлять, куда же обратиться за помощью, гражданин может набрать простой номер из трех цифр и получить помощь специалиста. Уже первый месяц работы показал, что служба востребована. На телефоны поступило свыше 32 тысяч звонков. Для оттачивания действий организации разрабатываются реалистичные легенды учений. Между волейбольным клубом и стадионом мужчина стрелял из петарды. Держится за руку, у него травма руки. В среднем экстренным и оперативным службам понадобилось от пяти до семи минут, чтобы приехать на вызов в центр города. На месте специалистов расспрашивали о последовательности их действий. Когда вы приезжаете, что ваши первые действия? Мои первые действия. Я выясняю, сколько пострадавших и предположительно чего. Дальше я пытаюсь оценить состояние каждого из пострадавших для того, чтобы провести в дальнейшем медицинскую сортировку и установить количество бригад, необходимых для осуществления помощи. Всего организаторы учения отработали три легенды. Отравление алкоголем, травма из-за гололеда и неосторожное обращение с пиротехникой. Выбор оказался не случайен. Набор вводных по содержанию был такой, для того, чтобы проверить готовность всех экстренных оперативных служб. Причем по содержанию эти вводные отражали те происшествия, которые могут быть в основном на новогодние праздники. Смены операторов Одинцовского ЕДДС длятся 24 часа. По графику сутки через трое предусмотрены несколько часов отдыха на сон и питание. При желании диспетчеры могут отдохнуть в отдельной рекреационной зоне и разогреть себе покушать. Государственную комиссию прошли. Теперь все шероховатости, которые мы имели, уже практически мы устранили. Теперь служба 112 работает в штатном режиме. Значит, сегодня вы могли видеть, все временные показатели у нас выдерживаются согласно действующего регламента. И служба 112 действует в установленном порядке. Ну, вы увидели, что операторы ЕДДС работали оперативно. Заполненные карточки своевременно направлялись в экстренные оперативные службы. И, соответственно, службы в установленные времена пребывали. Подобные учения явно не будут последними. Именно отработка типовых ситуаций может улучшить работу единой диспетчерской службы.